Вдв Винтер, ну я пробовал как-то играть на штуке, мне особо понравилось. Разворот, уходим. Игра слишком громко, я так и знал, так и знал, что что-то с игрой не так, ребят, я так и знал. Игра опять слишком громко. Не знаю, я её уже ставлю на полный минимум, что её вообще не должно быть слышно. Я даже не знаю, что делать. Хотя... Не-не-не, никакого копателя не будет. Хочу ничего другого. Я не знаю, даже когда следующий стрим... ...делать на 24 часа. Пока нет, давайте хоть этот закончим. Это сюжетное задание? Нет, просто мне сказал... Не помню, как он мистер Смар сказал, что Леонардо задание, подумай, давай. Как меня, может быть, плохо слышно? Я поменял уже звук, как ещё лучше-то сделать? Там вообще игру вообще... Если я ещё ниже сделаю, игры вообще быть не должно. В принципе, слышно. Я вообще не знаю, микрофон выкручен довольно сильно. Я вообще должен, ребят, орать. Ооо, как тяжело разворачиваться. Знаешь Fallout-серию? Ну, слышал что-то такое. Неизвестная игра, да? Инди какая-нибудь. Да я прикалываю. Мне кажется, странно было выкручать этот Fallout. Наконец, ребят, 9 из 9. И, пожалуйста, скажите мне, что я закончил. Да. Ежа и ужа. Я думаю, будет ёжа и ужа. Я думаю, будет что-то страшное, если сквестить. Ежа и ужа. Это будет масса оружия. Поражение. Нет, нет, я не играю в Майнкрафт. Я не играю. Извини, Леонарко. Какой приз загрузил Fallout 4? У меня ещё даже не куплен Fallout, потому что у меня на телефоне там не вставляется карта, футболку, но у меня вообще нет футболки. Я не могу ничего снять уже, как бы. Там сим-карта плохо вставляется. Sony Xperia мне не нравится одной вещью, сим-карту вставить в настоящий геморрой. Один метр колючей проволоки. А это, кстати, да, это правда. Всё, давайте пойдём на нормальное задание. То, что было сейчас, ребят. А что-нибудь сюжетненькое. Такой сюжет, если что было. Прочь в Министреле, я не буду давать тебе донат. Извините, я разошёлся, просто сейчас утро и я буду вести себя, скорее всего, не слишком адекватно. Привет, Фрейс. Да, могу. У тебя довольно необычный ник. Я никогда не понимал, зачем просят приветы, но я сказал привет, Фрейс, так что всё хорошо. Теперь мне нельзя назвать недружелюбным. Флаг. Я думаю, мы идём в туннель здесь, ребята, и отправимся дальше. Задание куртизанок. А задание, где у нас куртизанок? Я хочу задание, где там с Кристиной нужно пойти потусить или типа того. Или где Леонардо даст мне новые носки и трусы. Давайте попробуем пойти на сюжетную всё-таки. Fallout 4? Не, у меня же своих денег-то совсем нет. Я всё за донат купил. Спасибо вам всем, ребят, что помогли с покупкой Fallout 4. Вернее, с покупкой, которая ещё не состоялась. Какая с телефоном. Телефон починю, потому что реально там долго надо будет возиться с симкой, чтобы она вставилась. Наверное, около минут 30-40. И потом, когда она вставится, я... Поздравляю тебя, день рождения, Романа. У меня тоже скоро день рождения. 2500, я не собирал 2500. Я не знал, я думаю, две потрачу, как бы. Я думал, что я больше потрачу. Я думаю, что потрачу больше. Римский наручи, да, пожалуйста. Заходите ещё. Яндера симули... Симули... Эээ... Всё, что со словом симулейтор, меня немножко отталкивает. Совсем капельку. Пантеон, у меня, кстати, удача, наверное... Да, цвету ещё раз, у меня удачно открыта точечка. Наживаешься на... Нет, я не наживаюсь на подписчиках, и всё на игру пошло. Те 500 рублей в ларку пойдут, ларка дорогая. Твой позор, я не наживаюсь, я просто... Я вообще поблагодарил, я благодарен, что я смог купить. Фалач, ребят, для вас. Потому что я бы, не знаю, я бы для себя, может, и не стал бы покупать, но ребят, для канала... Для канала я сделаю всё. Всё. Что тебе нужно? Ты говорила про какого-то сенатора. Супер Евген симулятор? Спасибо. Не нравится. Когда я убью банкира, твои девушки должны отнести его деньги подпольщиком. Ладно. Будет начало. Поговорите с сенатором Эгидио Трок и на капиталистском хайе, чтобы высеять, где находится банкир, освобождайтесь сенатора, не до всех обнаруживаясь. Шутка была... Ой, я серьёзно вас принял, кстати. Ну ладно. Хорошо, я слишком перенапрягся, видимо. Хе-хе-хе. Люблю я своих подписчиков. Ну, знаешь, учитывая то, что я стримлю 24 часа без обмана, как бы я решил, вот я сказал 24 часа стрим, я как бы хочу сейчас пойти спать, но при этом я подумал, нет, я не могу. Так что нет, я честный. Евген, Евген по-тихому. Эй, тебе здесь не место! Убирайся! У меня 28 ноября и в этот день мне нужно будет походу ехать в Москву. На свой день рождения, ребят, даже попраздновать не смогу. По сути, я на свой день рождения даже праздновать не смогу. Я еду в Москву на этот фестиваль киберспорта и я там не знаю, что там будет. Я вообще не знаю, что я там буду делать, честно говоря. Своего лица и барсиков ПНГ? Да, хорошо. Только ещё надо найти будет фотку моего лица или сделать её, потому что я в порыве страсти и гнева удалил все свои фотки и отформатировал жёсткий диск, на котором они лежали, поэтому я вообще больше не существую. Не, прикалываюсь, я ничего такого не сделал бы. Я же не сумасшедший. Я не псих, нет, я не псих, я нормальный. Ты где-то больничка есть, я хочу больничку открыть для бедных. Вам нужно почаще ходить в штраф. Кузница, хорошо. Да, было бы смешно, кстати, если бы я уснул в процессе, я вряд ли пожал. Ну а не, я думаю, что скорее всего сон не произойдёт. Ребята, а доспехи будут? Инвестиции может какие провести? Да ладно, в другой раз. Двадцать восьмого ноября. Слава тем, кто родился двадцать восьмого ноября, ура! Не надо! Такими фокусами он кого-нибудь... О, серебряная медаль за глобальную экономику Рима. Твой Барсик выкуп двести копеек сразу. Барсик злой кот. Барсик, ребята, он может, он это... Барсик может, конечно, как следует. Это Ай... Итс Чи. Блин, прикольно сказал, мне нравится. Это реально, кстати, так и есть. Я знаю, что это за шёпот, я не знаю, что я блючит или... Будут ли ещё стримы? Нет. Последний стрим после него я удалю канал и... И вообще интернет себе отключён. Ну ладно, я прикалываюсь, нет, конечно будет. У тебя есть сервер Майн на свой? Да, на этом сервере десять тысяч подписчиков. Нет, у меня нет серверов Майн, мне как-то предлагали их сделать, потом я подумал, да нет, что-то я не хочу. Я не хочу заниматься Майнкрафтом, потому что мне это просто неинтересно. Они не смогут там ничего делать на этом сервере. Мне даже предлагали чисто, знаешь, чисто админом быть и всё, там вообще не играть. Ребят, стрим происходит по расписанию, можете посмотреть. Этот стрим не рандомный, там всё по расписанию. И эту игру выбрали на голосование, за неё голосовали. Поэтому я решил играть в Brotherhood, ребята, поэтому других игр не будет. В следующий раз будет голосование, участвуйте, голосуйте, будет другая игра. Как бы всё логично. Какие твои враги для игры? Враги для игры это сон, сон главный враг. Стрим по сталкеру, кстати, будет, но на новый год, наверное, потому что у нас новогодний сталкер как-то. Будут зо в Припяти будет у нас. У нас открыт целых восемь туннелей, и куртизанки стоят, хвалятся добром. Но, и где этот сенатор? Негодяй! Хочешь ли ты? Сейчас давайте используем магию. Нет, мне не нужен конь. Что-то конь всех растолкал, конь успокоится. Подпись, плато очень невесимый. Дворец сенаторов. Дал каждому, кто считает, что был несправедливый осужден право заплатить. Господь, да, Господь зеленый дал всем право заплатить. Я играл в Five Nights at Freddy's пару раз. Ну, не знаю, мне не особенно на этот Five Nights at Freddy's. Я, как-то так, не ловлю кайф с этой игры. Собраны два из десяти перья фруктов. ДКС-то их не сто. Нет, я не думаю, здесь ни у кого нет серва по Майнкрафту. Ты не на том стриме, чувак. Ты не на том стриме. Про точку Джимми вообще не нужно рассказывать. Там все как-бы ясно. Главное, ребят, господи. Амнезия была уже тоже куда-то. Ученый с Макаровым сказал тебе, что мне... Я не знаю, мне кажется, это не слишком безостранной ситуации. Ученый с Макаровым. Ученый бы даже не знал, как пользоваться этим чертовым Макаровым. Вы знаете, какие ученые, ребята? Не думаю, что ученый стал бы пользоваться Макаровым. Вот я очень слава, представляю ситуацию. Иц год, черт. Я, получается, у меня божественный нет. Я даже не задумался об этом. О, вот сенатор. Время платить по счетам. Дайте отсрочку несчастному старику. Нет. Банкир поручил забрать долг. Очень скоро я смогу вернуть деньги. Плохой ответ. Что зачем его убьют? Братков вызываем, ребята. Смотрите, какой красивый фаталити. Добрый самаричанин в Риме. Но мне казалось, они уже вымерли. Какой Xbox One? Сенатор и Гидио Троки. Это эсэсиски 2. Вернее, брат руку. Я ищу банкира Чезаре. Хм. Чезаре больше. А ты кто такой? Друг семьи. У Чезаре много друзей. Но, к сожалению, я не принадлежу к их числу. Я заплачу. Маккев Меравилия. Он сражается со стражниками и раздает деньги. Братишка, где ж ты пропадал? Нам нужно убираться. Я знаю одно место. Так, сюда. Идем с тобой. Ребят, на улице, кстати, холодно было. Но тебе придется защищать меня. Эти стражники не очень-то дружелюбные. Ну, ты понимаешь. Я понимаю, да. Реально на улице как-то холодно было, ребят. Я не ожидал. Я не ожидал такого холода. Вроде, не выходил пару дней и все, уже холодина началась. Кто-то очень хочет тебя убить. Несколько месяцев, они у тебя хотели убить и не нормально все убивают. Молчи, молчи. Веда вся обнаружила. Я вообще не занят в таком режиме для выполнения. Я думаю, мы ассасин с вами справятся. Я пока пугаю. Следуй за мной. Здесь 8-10-10, что? Да, наденем нечем заняться. Сделай покупки из даний, ребят, хватит его сбивать сон. Впустили, разрушает личность. Я начал играть в кости, пить. И распутничать. И трех часов дня. Стрим много, стрим до 3 часов дня. У меня что? Одежда пропахла духами? Вроде того. Ноябрь, ну как-то все равно непривычно, знаете, знаешь, как-то отвык я, я отвык от всего этого, от холода, вернее, нет, в Ладонне тоже было холодно, но все равно я отвык, я отвык. Законами о жестокости, о сиротах, а сейчас мы пишем указы о допустимой ширине рукавов у женщин. Да, мы, ты, например, выманиваешь деньги, чтобы расплатиться с долгами. Выманиваешь? Я действительно займусь этими проектами, как только соберу средства. Ты когда-нибудь думал про себя, когда уложить на строке мою жизнь в плане смерти? Идем. Что ты, Олл? Убийца! Стража! Стража! Мне нравится разброс, Эфрейзер, Эфрейз вернее. Мне нравится разброс, вот, 15-90 минут, такой, типа, я не знаю, может быть, 15, может быть, я полтора часа посижу. Норм. Здесь опасно, нужно идти дальше. Представляю, я бы такое написал, типа, АФК 15-90 минут. Что-то было бы забавно, надо попробовать как-нибудь такое написать. Запись будет, запись всегда есть, я никогда без записи не делаю, стримы только если не совсем в реплай. Так, мне кажется, ты же не умеешь лазить? Нет, ты не умеешь лазить. Почему нельзя пойдем? Идем, друг, пешком? Да я пытаюсь идти пешком, так это ленивый чувак не хочет. А я полазить хочу куда-нибудь. Может, так хочется перемещаться по городу. Я, кстати, хотел... О, черт возьми. Интересно, кстати, ну, я думаю, если бы мы завалялся тянуть, пешком камеру нападают, мы могли чего-то добиться. Сидайте его избить! Все, отличная майорка. Кстати, давайте попробуем качество стрима повысить. Качество не очень, потому что лаги были смертельные. Не, хотя нет, качество такое же у стрима, как и было. Это я у него игры, наверное, понизил в итоге. Прозорко и остальные новички на стриме предложения по играм в данный момент не принимаются. Для этого будет специальная форма. Потом... Вообще, сабдей будет по-другому проходить. Ну, я имею в виду, по-фейсу сегодня будет сабдей проходить, так что... Предложения не принимаются пока что. Не были. Насчет аутластов и прочих игр, которые уже давно были отсняты по 10 раз на канале. Я... Да, 24 часа стрим. Я... Я реально, как... Я серьезно был настроен. Я серьезно был настроен. Не знаю, я, наверное, не скоро бы провел еще один такой, знаете, большой стрим. Ну, а идея мне понравилась, не знаю, я как-то приколую. Я и хочу убирать! За мной. Да, с качеством качество было такое же, как я. Ничего не поменялось. Давай, сейчас что-то было, как раз супер. Вот, да, холодно, холодно. Мне, кстати, не нравится сейчас тенденция постоянных челленджей в интернете, что постоянно у всех челленджей, все с кем-то там споры, и где, я не знаю. Это, кажется, круто, знаете, это... Для зрителей это круто, для участвующих, но не особо. Причем, реально какие-то тупые бывают челленджи. Знаете, мне понравился прикольный челлендж, который дали Милсакому проходить один день с Android-устройствами и вместо... Че-то мы немножко не туда идем. Ой, куда я зашел? Куда я зашел в плохой район? Мне понравилось челлендж, который кинули вилсакому насчет... Насчет того, что он вместо айфоновской техники... Я, вернее, яблочной техники проходил с Android-ом и Windows целый день. И мне вот этот челлендж был реально крутой, а так, знаете... Иногда челленджи посмотришь, какие кидают блогер, и мы думаем, что, блин, кто это зашел... Или, нет, они друг-другу эти челленджи мы думаем, не знаю... Вот, а если можно было спрыгнуть, ребят, мы уже давно добрались. Не упуститесь, бойся! Я еще слишком холода! Иди же ты сюда! Фалаш 4-й, конечно же, будет. Никуда не денется. Но я как раз... Как раз задонатил... Не надо я купить, пока я его не смогу, пока телефон не разберу. Сейчас телефон уже разберусь, и все будет получиться. Вот с Unixperia, я сказал, такая вот проблемка есть с тем, что в сим-карте еле-еле вставить можно. Мне это очень не нравится в Xperia. Все хорошо в телефоне, но вот с сим-карте вечная проблема, что вынял, а потом обратно не вставишь. Там реально нужно возиться с ней прилично, так. Я не особо уже говорливый, ребят, потому что я утомился. Так что, ребят, если вы можете поддержать разговор в чате и поддержать меня, я буду крайне благодарен, потому что я сдал моего брата Франческо. Я сам уже не могу. Слава богу, что сейчас его нет. С тех пор, как он узнал про письма, мы не разговариваем. Двадцать три часа с тем не плачу. Нет, кстати, отлично. Я на спектр не хочу еще. Точно, я должен принести день. Но дело в том, что у меня их нет. У тебя встреча с банкиром? Где? Пока не знаю. Его друзья встречают меня в одном из трех условленных мест и отводят к нему. Я принесу тебе деньги. Сул Серю? А, перестань. Не вселяй в меня надежду. Я в кино уже не ходил, не знаю, пару недель, наверное. Я хотел сходить на Монстры на Каникулах 2 и на Спектр, но как-то вот пока никак не дошел. Кстати, ребят, давайте возьмем апгрейд Леонардо, потому что уже на этот раз не надо проходить задание. Мы задание прошли уже. Можно, так сказать, взяться, взять апгрейд у него. Так что очень хорошо. Опять. Нет, я не хочу смотреть на карту Европы. Я хочу взять задание, блин. Нет, не задание. Я хочу прокачаться. Где твоя скамеечка, Леонард? Покажи мне свою скамейку. Вот он. Отлично. Знаете, я проверил телефон, меня сильно обрадовал, что режиссер не написал мне, и мне не нужно, что мне не нужно сдавать фильм срочно. Я уж испугался. Я думаю, я думаю, в итоге все будет настраивать на этот фильм, если я его не сдам. Всем будет, в принципе, все равно. Потому что я его спросил насчет музыки. Я спросил режиссера насчет музыки, потому что ее надо вставить в фильм. Он сказал, что с музыкой все схвачено. Ну, знаете, когда так говорят, это значит, что ничего не схвачено. Поэтому я забил, подумаю, ладно. Ютубы то и другое. Для меня, знаете, у меня нет хобби работы. Знаете, я не согласен с тем, что должно быть хобби работы у человека. Я не знаю, я считаю, хобби работы должно быть одним и тем же, если это нравится. Ну, лично я не люблю это разделение. Знаете, как меня спрашивают иногда, вот как решить, работа или семья. Никак не надо решать. Надо совмещать семью и работу. Вот так вот. Все надо совмещать, ребят. Вообще, все, что можно, надо совмещать. Поход в магазин с чтением книг. Как я совмещаю? Слушай аудиокниги по дороге в магазин. Я в метро, кстати, приличное. Бывает по две главы слушаю, пока за продуктами хожу. Вот так надо делать, ребят. Время экономите. Польза большая. Вот я так и делаю. Ютуб тоже самое. Я радую себя. И при этом... О, какой живописный вид. Будем у склона, у холма делать себе апгрейд. Что тебе понадобилось сейчас? Да, раджи-джи. Я очень рад, что ты здесь. Так что, да, ребят. Философская минута с Евгеном. Евгена пропирована в философию в 7 утра. Пожалуйста, не говорите мне, что у меня недостаточно денег от перчатки альпиниста. Хватать за выставку во время мишка быстрее передавать препятствовать больше урона. Черт. Ай, не хватает денег. Пожалуйста. Пожалуйста, не уходи, Леонардо. Я найду для тебя деньги, только не быкуй. Не знаю, то ли борджа... Нет, давайте возьмем просто основное задание, там уже и прокачаемся. Я не хочу сейчас заниматься зачисткой территории. И знаете, если эту игру проходить на 100%, если Brotherhood на 100% проходить, это очень много, это очень долго. Поэтому мы давайте пойдем только, как я и планирую, по основным квестам. Я взял несколько дополнительных, знаете, для общей прокачки, для упрощения общего процесса с наградами. Я сейчас к медику и желательно еще заглянуть к дерматологу. Дематологу не надо. Чекс? Что такое твой чекс прочитать? Что это? Пить надо в меру. Я заглянул в словарь мера. Старорусские единицы. Объема равна 26 литра. Опаньки. Да, и люди явно хотят, чтобы ты спился, как говорят тебе, пей в меру. И когда не говорить о алкоголе, купить в меру, он явно... Он не знает, что такое мера, если бы знал не пил бы. Обратите внимание, стоимость индульгенции за прелюбодеяние, блин, мне долго индульгенции, кажется, покупать. Это нужно 3000, вы издеваетесь, мне нужно... А, нет, у меня есть 3000. Не могу поверить, что ты правда сделал. Без проблем, да, был венец, все сделал. Так, я и знал. Следи за тем, что происходит в мире политики. Узнавай, кто помогает Боржа и докладывай об этом Марии. В случае после того, что в дворе лежат вообще... А здесь, заставишь их исчезнуть? Да. Или нет? Это Петсадинардо ненавидит меня. Ну, он мой брат. Ва-бен, идем. Иди к банкиру, я за тобой. Да не наркобарон Леонардо, он больше как на торговца наркотиками, похоже. Знаете, такой типа за углом сидит. Я подожду тебя еще пару часов, мальчик. Но если ты не принесешь мне деньги, я не продам тебе то, что ты хочешь. Например, апгрейден твое оружие. Сенатор несет деньги банкиру, следуйте за ним. Блин, зачем вы сундуки взяли, серьезно? Это как-то палевно. Такую сумму нельзя разве в кармане донести? Это уж как-то носит без сундука. Послушайте, сенатор, мне полно отнести нужно. А, я могла просто обобрать сундук. Ладно, ребят, давайте попробуем подсушать. Наркобарон, ну а что, борода разве делать тебя наркобароном? Мне казалось, борода делает тебя крутым, но не наркобароном. Или быть крутым и наркобароном, это что-то общее. Возможно, возможно. Мне нравится то, как я мы сюда. Как будто просветился, просветлился, просветился. Извини, немножко ты нервничал, бывает, прыгнул на голову. Каждый день такое делаю. Выпустил макзавтрак? Ничего, чувак, там не было особо ничего интересного. Потом записи посмотришь. Страдаете от малярии? От малярии? У меня диарея, чувак, я диарея. Продай мне колгон для того, чтобы трубы почистить. Колгон это для стиральных машин. Пусть машина служит долго, колгон. Эгидио, похоже, что ты готов умереть, как настоящий дворянин. Я принес деньги. О, но это другое дело. Банкир будет доволен. Ты один? Ты видишь кого-нибудь еще? Следуй за мной, умник. Ты что-нибудь слышал о моем брате Франческо? С ним разбираются часа. Надеюсь, он в порядке. Что вы собираетесь делать с этими деньгами? Банкир любит делать подарки друзьям. Какое благородство. Да, благородство. Что ты сказал? Ничего. Никто ничего не видел. Уже все? Нет, да все далеко. Все у нас будет 3 часа дня. Еще ларка будет. Расписание стрима там внизу. Можешь покопаться, поискать. Оно под тонный текст. Нам еще очень далеко, да все. Они сейчас разговаривать будут. Насчет Андромеды, не знаю. Трейлер не... Ну, я смотрел еще старый-старый трейлер. Нормально. Конечно же, я буду играть в Mass Effect. Куда я денусь? Mass Effect, Mass Effect. Это отличная игра. Я его не вижу. Пока сваляет. Да блин, как я... Блин, меня никто не обнаружил, ребят. Ну, не надо быть такими суровыми. Вернее, игра, игра. Не надо быть такой суровой. Это не считается за обнаружение. Просто, ну, чувак, ну, немножко меня увидел. Такое случается. Это как фотка из окна, когда меня сфоткали, когда я шел с продуктами домой. Это же не считается за обнаружение. Наверное, нет. Ладно. Почти, почти дошли. Я чувствую эти ребятки. Что-то меня немножко пугает, что мы пришли на площадь, где полно ассасинов и тамплиеров. Вид, ты со смеху не умер, когда смотрел бы на Mass English. Ответы на вопросы. Я в каждом стриме отвечаю на вопросы, поэтому, как бы... Ну, я буду устраивать стримы с общением. Я думаю, на больших стримах вполне хорошо у вас общение устраивать. У нас было просто уже общение. Сабина, ты многое пропустила. Как бы все уже было. Все уже было. Сейчас у нас какая-то... Сейчас у нас уже, ребят, вторая фаза стрима, где Евген... Евген пытается справиться с отсутствием, вообще, пороха в пороховницах. О, бестфейл. Половину отдать? Не, самому нужны. Так бы дал, конечно. Он же меня не видел. Нет, все нормально. Долгие преследования, которые не ведут абсолютно ничего. Кстати, Secret Brother, вот. И ведь никто не запалил пока что меня, нет. Так, у нас кинжалы есть? Конечно, уже нет. Снимем лучик в серьезных лучах, но он будет принимать потом 100%. Минус лучик. Так, и кто-то почти запалил. Он мне кого-то напоминает. Сейчас одному схватим. Следим. Зачем геймплей? Ну, потому что, я не знаю, просто общаться им все-таки не очень. У меня хорошая память на капюшоны. Просто общаться все-таки не очень. А геймплей нужен, ребят, геймплей нужен. Все-таки я стримлю игры, я же не совсем блогер, я не совсем блогер. Мы не все здесь пообщаться. Так, так, у банкира планы на сегодняшний вечер. Я доставлю деньги. Давай их сюда. Оставишь 30 минут отзывы. Там вроде как написано, что отзывы. Задержите его, пока я не вернусь. Нельзя упускать эти деньги из виду. Не знаю, я не верю в то, что на стримах должно быть только общение. А все-таки хочу больше игровые стримы. Меня немножко не радовало, что у нас были прям слишком стримы раньше. Прям только общение, только общение. Меня это не сильно радовало, проникнуть через отверстие в крыше. Серьезно, я... Как? Перчаточек нужна мощная. Как бы я не чисто блогер, и мне не нравилось, что стримы у вас какое-то время получалось. Вот прошлый месяц реально были какие-то чисто общительные стримы, и мне это немножко не нравилось. Я хотел, чтобы было больше геймплея. Геймплей не для фон. Геймплей, кажется, основное общение. Это уже фон. Я фон, ребята. Я полагаю, а геймплей у нас вообще... Наверное, я хочу, чтобы так было. А то, что сила отнимает. Но я же играю в игры не просто, чтобы не скучно было. Я играю в игры в утелю, кто играть в игры. Ну, ладно. На крышу надо. Мне вообще нравится стримы Мэда. Для меня вот стрим Мэда это вообще талон в стримах, потому что стримы Мэдисона... Я не знаю, вот стримы Мэдисона, это единственный стрим, наверное, на которых мне не скучно. Смотри, смотри, их не как я вся в записи их смотрю, блин, как-то залезть. Просто вот как? А, этот вариант. А за что ты тут будешь хвататься, я уже не знаю. Пойдет. Вот так все. Все, смачно. За одной точкой синхронизируем и через крышу пройдем. У меня даже лекарств нет. Все очень плохо. Нужно закупиться будет. Прям сильно закупиться, кстати. Потому что мой персонаж... Это вообще у нас голый. Кроме брони и меча ничего. Фоллач, это будет еще одна бессонная ночь. Знаете, что я сделаю после этого стрима, ребята? Я посплю. Я буду очень долго спать. А когда я буду спать, будет грузиться колда и запись стримы, наверное. Мне интересно, YouTube сохранит по умолчанию всю запись или мне придется кусочком грузить? Скорее всего, мне придется грузить по пускам. Ну и YouTube там тоже постарается. Незаметно убейтесь сразу. Что-то немножко стрёмно, конечно, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас будет стремнота. Прыжок Веры Брежневой? Тут пока негде делать прыжок Веры Брежневой. Сена нету. Если на вал вверху не затащишь сена. Пока что у нас тут спуск Веры Брежневой по эскалатору. Он выглядит как... Спуск Веры Брежневой по эскалатору. Примерно так. Евген фон Эверик. Евген фон... Пусин Бутс. Ты настолько же астрономен, а струмен, как и Всячина. У нас тут два остроумных зрителя. Так, 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 так. Давай, давай еще немножко. Сейчас, ребят, будет прыжок смерти. Вот мы сейчас грохнем. Заметно убил. Никто даже не видел ничего. у тебя там все в порядке нам пора луиджи иначе мы опоздаем счет возьмется ты переоделся мне кажется нет это у тебя спалят закончил подсчет и убить его повезло тебе лучше приказал отпустить его командир ведите нас даже я даже не переоделся смотрите они называют меня командиром в чужой монастырь переодевшись постойте а кто переоделся постойте на картинке я переодет в игре не пить нафиг логику доставить сундук меньше чем за три минуты делаем я проходил раньше я трижды эту игру проходилось и не больше я далеко не первый раз сыграем подозрение надо идти просто со стражниками иначе они меня запарят вот теперь мы точно успеем сейчас главное подозрение не вызвать ребят а я не помню второго человек паука больше всего играл 2003 года что ли был нормально может баг это пак 100 процентов то что перекрашивался одежду то есть играет все считаешь у вас все в порядке что меня должен разговаривать с вами всю дорогу погулять по городу мы идем не совсем туда я думаю я думаю давайте начнем с контрольный мне кажется можно получше сделать я думаю это из то что я костюм перекрашивал видно переодет ну да да ну ладно я не хочу снимать так надо их слушать насчет костюма средняя синхронизация сюда нужно смотреть синхронизация что высокая была да да точно вот теперь мы скоро мы придем вот теперь мы точно вот отлично идем надеюсь на спустят и никто и не поют меня хотя я буду как и сосед бог переодевания настолько хорошо переодел что никто не видит а понял все они куда идем спасибо за подсказки не пухнуть во время допроса да сильно так почти пришли вот теперь мы точно успеем сколько же можно идти без за среди ими 3d посмотрел сразу надеюсь на спустят думаешь он забыл куда нужно идти скоро мы придем вот это есть дом этот не дом вот теперь мы еще думаешь он забыл куда нужно идти нам сюда скоро мы придем я не знаю куда мы идем ребят я просто иду скоро мы придем контрольная сколько можно идти дом банкира должен быть сто раз показаться вот теперь мы идем сколько можно идти где дом банкира хотя я помню что до дома банкира идти сто километров вот теперь мы же он забыл куда нужно идти вот теперь думаешь он забыл куда нужно идти все среди я бегаю просто по кругу вокруг дома значит но не могу его найти где та сторона я не понимаю куда идти а ты не уверен это5 пытаетесь потому что мы моштем точность то там а где-то высокой синтхронизации проклад через мост Скоро мы придем. Мне нравится, что стинг колес не знаю. А я не туда что ли ду? Дальше нельзя? Меняется, просто застрял, ребят. Вот теперь мы точно успеем. Скоро мы попадем на праздник. Когда я приду, куда нужно. Наконец-то. Отдай мне сундук, Лович. Не отнесу его банкиру. Можешь войти. Насчет какая самая лучшая, я не знаю. Мне кажется, где там за Арагорной Гимли или Галас надо играть довольно прикольно. Битва там, не помню. Возвращение королян называлось. Мы нашли его тело в пантеоне. Луиджи, мы только что впустили его. Ой-ой, меня раскроют сейчас. А, ну я успел подскочить. Что, это что за голый мужик? Одна нога здесь, незаметно бейте манкира. Сидь на скамейке. Ой, помню, это хаткорная миссия. Хаткорная в том, конечно, там надо сидеть потом. Там сзади врач через стенку. Может, с врачом попозариться? Я уже не в состоянии разговаривать, ребят. Я не могу, так что... Так что вперед, ребят, разговорите, разговорите этого... Этого павшего солдата, чтобы он не умер. Заодно по дороге можно, конечно же, покупать всякие строения, типа, кузнеца. Не уходите, не уходите. Там они уходят. Там они уходят. С Басика? Что такое Басик? То есть ты Барсика, что ли, нашел? Барсик тебе домой приходил? Черт, чувак, ты вообще жив-то как остался. Барсик, он же у тебя... Если он увидит кого-то, Барсик, все, он порвать может. Опуски. Евген... Евген, нет, не Евген, Барсик довольно злой кот, ребят. Я, знаете, я бы никто не пожелал такого кота, как Барсик. Барсик может убить. Барсик, он, знаете, Барсик, он как... Альфа и Омега, как мега-самец. Как альфач. Барсик это альфа-кот. Все, я с радостью, но я знаю, что ты ничего не прячешь. Свои чешлюшки, все, снились. Завтрак проспал, да, проспал, завтрак был. Так, ребят, не оборачивайтесь. Нет, собственно. Собственно, что это, блин, за туза с масками и голыми мужиками. Барсик, ты чешок. Стоять, я тебе как-то. Я, ну, то есть, не против. Я сумею защитить тебя. Обнаружили, блин, нужно... Я думаю, нам нужно как-то сохранить куртизанок или новых нанять, потому что иначе мы не пройдем. Меня, знаете, удивило этот туза-бан... Я еще как первый раз играл, меня удивляло туза-банкира с голыми мужиками на ней. Так, постойте, мне нужно куртизанки. Вот, куртизанки есть. Меня страшно, я чувствую, что я чувствую, что я чувствую, что я пройдешься. Блин, вижу, моногнать их. Все шлюх... Всех шлюх потеряли, раздали их крестьянам. Что же теперь делать? Я за ней защитить тебя. Ребята, вы видели когда-нибудь на улице шлюх? Мне интересно просто. Я в жизни шлюх на улице не видел. Не знаю, видимо, у меня скучно. Жене видел, видел давно, когда мы входили в клуб очень давно. Что-то здесь снова. Как же мне пройти? Нет, я думаю, давайте попробуем прятаться. Мы реально явно с толпой смешиваются. Плохая идея. Не смешаемся мы никак. Так что давайте попробуем обойти справа. Мне кажется, слева как-то там тоже стражники, а справа нормально. Вроде более-менее. Я не против, если я пройдусь с тобой. Я... ну, то есть, не против. Я никогда не была в простой войне. Эти руины пугают меня. Я сумею защитить тебя. Наверное. Ты едешь сюда? Это не мой скучок. Кинжалы. Так ему нужно больше кинжалов. Ну, ты держишь его в своих силах. Хочешь потрогать? А что же я скажу с решением? В любом тест. Я не хочу такой стрим. Мне неинтересно лазить по катакомбам. Больше всего, кстати, в играх я не люблю искать уникальные вещи и лазить по катакомбам. Я люблю сюжетиться, там, всё такое, поболтать. Но не катакомба, ребят. Кстати, вот в чём прикол находить лут в игре? Вот именно лазить за лут. Мне интересно просто, в чём прикол, вот, ребята. Кто-то может мне объяснить, в чём прикол лазить за лутом, кроме того, что у тебя будет лут? Я никогда не понимал кайфа, в чём кайф, там, лазить за лутом. Я никогда не получал от этого удовольствия. Я всегда любил именно, знаете, сюжет, поэтому мне в тесты довольно бывает. Ну, ну, надоедает играть, потому что вечно лазить за лутом после сюжета. Покупаешь... Да, я покупаю шлюх, отпускаю их на волю, чтобы они наполняли свою шлюху работу. Никто никого не видел. Чё, трыцать меня немножко напрягает. Он пугает меня, вот, всё такое огромное. Да, дайте просто отойдём, представим, что ничего не было. Да, от него надо держаться на расстоянии, иначе он меня заполит. Жду пока другие из него... Нет, чувак, такие фокусы здесь не пройдут. Вот именно, что ни в чём, а мне смысл нужен. Знаете, раньше, вот, так странно, что раньше ко мне было лет 13-12, я мог просто играть выиграть. Теперь мне нужен смысл, мотивация. Вот к чему приводит зрелость, ребята. Вот ты взрослеешь, тебе уже смысл, мотивация. А в детстве всё просто, ты просто играешь, получаешь удовольствие. Да, ребят, вот, реально, в детстве всё просто. Когда взрослеешь, мотивация, бананы хочется съесть. Я не знаю, как это смешивается с партизанками, ребята. Я не знаю, как это смешивается с партизанками, ребята. Это странно, как можно, да, реально, как можно смешаться со шлюхой. Как-то можно идти, вот, идут шлюхи, идёшь, ты в плаще, обвешено оружие. Мужик без пуза, как баба без сиси. Life is strange. И Евген не понимает life. Так, ребят, давайте сделаем многоходовочку. Обходим сверху. Бить надо со скамейки. За скамейки не хочу убивать, я нож ему всажу в спину. Или нет, мы любим салюты. Он будет смотреть. Спаси меня. Лучший способ отпраздновать мои победы вместе предаться пирам и разврату. Скоро, мы соберёмся, чтобы отпраздновать объединение Италии. Тогда пир будет длиться 40 дней и 40 ночей. Каминчама ора! Пусын Буц, мне нравится логика, понимаешь, я бы захотел поспорить, я бы не смог. Если твой талантливый генерал говорит, что это возможно, то почему бы этому не произойти? Ты рискуешь нарушить баланс сил, который мы так долго создавали. Я ценю всё, что ты сделал для меня, но армией команду я, значит, решение остаётся за мной. Не бусы. Разбегайся. На одну лёг, второй укрился, поддерживаю, поддерживаю, бусын бут. Поддерживаю. Так и нужно. Только так, незаметно, увидите, банкеры. Сейчас сяду на лапу, буду сидеть. Этот капюшон? Так, я очень болюсь. Неправильная боя, да, нам, я знаю, надо боком есть, боком неудобно. Я не ожидаю ничего вот так, бот. Я ожидаю только то, что будет в следующем месяце. Например, я сейчас ожидаю Tomb Raider, больше ничего не жду. А потом Tomb Raider пройдёт, буду ждать что-то ещё, там, посмотрим. Я не задумываюсь о том, что выйдет через год, потому что какая разница. Всё, ну, сто раз переносит даты релиза и выходит тонна игр, как-то ждать ничего не хочется. Сейчас, лишь как спешу, ребят, надо действовать медленно. Не знаю, в 8 утра как-то не получается действовать медленно. Ты устал? Ну, немножко. Да, как, знаете, как в физруке, поперёк надо есть банана, не как вот. Не как гейки. Он закончит на виселице, если не остановится. Да ладно тебе, я, может, я хочу на виселице, повисеть на турничках. 10 ноября я ждут больше 12 или 14, когда там ларк выпустят. Я знаю, что все ждут фалач, а я ждут Tomb Raider нового. Вот я же, я, видите, я хипстер, я хипстер игрового мира. Я... Я... Принцесса, хочешь, что я ду другое? Отравленный клинок. А у меня есть отравленный клинок разный, да, кстати? Не, мне очень понравился новый Терминатор. Я вообще остался доволен. Хотя я и все-все виновен Терминатор, кроме меня, наверное. Нормально. Да я убил его. Или это не в счет опять? Мне понравился новый Терминатор, я не понимаю, что его все так не взлюбили. Там все есть, и смешно, и юмор есть, и все. И опять, и опять не вышло. И все, мне нравилось, что я первый в Терминаторе, но нормально все было. Как может нравиться фалач 4? Я не играл, я не понимаю людей, которые оценивают игру по трейлерам, геймплеям. Это не оценка, оценить игру можно только поиграть в нее. Я не играл в Fallout 4, не могу вообще ничего сказать, кстати. Вот реально ни слова не скажу, не знаю. Пока не поиграю, ничего не знаю о Fallout 4. Может быть, это говно будет полный, может, это будет раскрученная игра. Ну блин, что же куртизанок расхватывает? Убийте, я знаю, что убить на сейт на сковеке, на сковеке дойти надо. Так что я думаю, как лучше. Не знаю, утром просто тяжело думать, поэтому... Сейчас додумаем. Новый ком ждешь? Я не знаю, интернет новый жду, потому что влаги меня замучили. Жизнь не видела ничего подобного. Проще всего, мы просто вызвать поддержку из ассасинов, которые всадят ему клинок в спину. У меня вообще будет там уровень. Это удобно условия вообще-то убивать, но можно как угодно. Хоть подписывай на него с крыши. Я играл в Fallout Shelter, но мне надоело через неделю играть. Давайте сделаем оригинальный, ребят. Черт, сюда далеко идти. Давайте посидим на этой лавочке в надежде, что банкер сюда придет в Стиве. Отравим его кинжальчиком. Впрочем, очень ужасное говно. Наверное, Raven's Cry, которая, знаете, какая вышла? Вызывай вертолет. Нет, давайте, ладно, попробуем. Попробуем на лавочке. На лавочке далеко не было, я так не грою. Давайте попробуем слиться с толпой. Да блин, а с одного даже тоже убить нельзя? Да, теряю себя в куртизанах. Болезть на крышу? Отличная идея, кстати. Макоза, что на него нашло? Нет, все-таки попробую с той стороны. Куртизанке там стоять не зря. Нет, это не про пиратов, это другая. Ребят, ну как можно не знать, про что Браздер тут? Ну как так, ребят? Никто сейчас ничего не знает про игры. Мне кажется, сейчас вообще в игры неправильно играют. Вот были времена, ребят, двухтысячных. Вот люди знали, как играть в игры. А сейчас все уже не то, ребят. Все не то. Вот были времена. Я реально сейчас как-то стоил в двухтысячных игр или играть. Сейчас, давай геймфлей, подавай веселые левелы. На скамейке? Я не буду на скамейке умочить, я не толпу и сделаю отлично. Я спал, нет, нет, трим продолжался 24 часа, все честно. Все честно, ребят. Я столько увидел, почувствовал, и попробовал в жизни. И ни о чем теперь не жалею. Тот, кто обладает властью, должен презирать наслаждение. Но, но я же дал людям то, чего они хотели. А теперь ты заплатишь за это. Незаслуженное удовольствие уничтожает само себя. Прекуэска от Инпача. Я знаю, что все считают, типа, блогеры вообще везде побывали, но нет, я был только в Смоленске, Москве и то. В Москве я проездом был, я реально в Москве. Я никогда так не жил, не стусил особо, потому что... Ну, причин не было просто. Так, блин, нигде особо не было. Бежим. Маякнем ассасином, давайте, у нас сейчас будет поддержка с Волгихтаром. Нужно рассматривать его. Вызывать вертолет не обязательно, конечно, нет. Вернее, его здесь нельзя вызвать, а вот с ассасинчиком можно, которые уйдут с крыши. Зачем-то так тоже, мы здесь быстрее двигаться. Так, уходим, уходим быстрее. Епископ Чима из Боливии сообщит, что в его епархии произошло чудо. Чима из Боливии? Что? В Боливии не рановато еще появляться на свет? Да, Бразер Худ. Все должны знать, что такое Бразер Худ. Да не знаю, просто, мне кажется, раньше как-то все знали, вот игры все, которые есть. Сейчас столько игр выходит в Стиме, что заходишь в Стим, ты вообще не знаешь, какие игры вообще существуют. Сейчас инди-игр выпускают по 10 штук в день, по-моему, и... Не знаю, мне кажется, это плохо. Мне кажется, падает от этого качества. Подождем. Да, засчитали, был убитый. Бум, готово! Xbox 360 или PS3? Конечно же PS3, тут даже говорить не о чем. В Xbox 360 нет ни одного толкового эксклюзива, кроме нескольких реклых погиб. Ребят, давайте поплачем, у меня рек тут прогиб. Почему на Xbox? Я просто с контроллером играю, Xbox'овский. В Assassin'а только с контроллером могу играть, ребят. Я вот с некоторых пор вот как начал играть... Как начал играть в Assassin'а, ребят, с контроллером, понял, что на клавиатуре, ребят, Assassin'а совсем не то. Не могу в нем больше на клавиатуре играть. Реально неудобно. А вот на контроллере играешь в Assassin'а просто, ну, все, родное. Понимаете, играешь и просто наслаждаешься. А на клавиатуре пальца вот как будто ломал, знаете. Прямо я реально, кстати, очень мучился, когда играл на клавиатуре в Assassin'а. Стал играть с контроллером, как будто нового... Знаете, мне Ассадин просто как новое игроство. Стрим идет все еще, как и обещал, ребята. Кто-то поспал уже, молодцы, ребят. Отправить деньги в Семьи. Да, у меня КАС 20 тысяч в игре накопилось. Надо бы слить их куда-то. Нет, брейзер порн. Я теперь брейзер порн, как я называю. Ну, а то порн непонятно здесь, где. Но брейзер точно есть. Такой небольшой брейзер, маленький. Так что давайте отправимся куда-нибудь в космос, ребят. В космос, блин. Кстати, там Россия находится. Вот очень далеко за облаками там Россия. А тут Италия. Эх, Россия! И дальше песню я не буду петь, потому что там мат. Очень много. Игровой портал, что ж так себя мучаешь? Не спишь по ночам. Может быть, апгрейд брони? Нет, счет мне. Банк нужен где-нибудь. Где здесь банк вообще находится? Ближайший. У меня даже таблеток нет от геморроя, которые я обычно принимаю. Редактор.